Каждую весну мы отмечаем главное событие всей мировой истории. Мы вспоминаем день, когда воскрес тот, кто пострадал и умер на Голгофе. Мы радуемся Пасхе Господней. В начале всего всемогущий Бог сотворил небо и землю и все живое, венцом его творения стал человек. Но недолго первые люди пребывали в блаженстве и единении с Богом. Преступление первой заповеди Божией, не выкушать от древопознания добра и зла, стало первым их грехом, который моментально отделил их от Творца. Бог есть правда и нет в нем никакой лжи, греха. Человек уже не мог так же свободно пребывать с Богом из-за своей души, пораженной грехом. Это событие изменило мироустройство первых людей. Грех принес смерть в их жизни. Уже тогда стало известно, что человеческими силами не вернуть того, что было потеряно – вечной жизни с Богом. Смерть можно победить только воскресением, а воскресение в Боге. Все следующие долгие годы до пришествия Спасителя человечеству заново училось жить с Господом. Для этого нам даны ветхозаветные заповеди. Начало всеобщего спасения ознаменовано рождением Иисуса Христа, Сына Божия. Он прожил такую же жизнь, как мы, от рождения до смерти. Единственное, что отличало его жизнь от нашей – в ней не было греха. Иисус Христос был совершенно безгрешен. В 30-летнем возрасте Спаситель открыл Себя миру. Как и все, что не от мира сего, обречено на непонимание и противление этим миром, так и проповедь Христа, не всегда была встречена с радостью. Он требовал полнейшего покаяния в злых делах и отречения от греха, так как приблизилось Царствие Божие. Спаситель уже здесь. Но не все желали менять привычный уклад своей жизни. Таких оказалось большинство. В частности, это были книжники, фарисеи, старейшины иудейских общин, те люди, к мнению которых прислушивались. Самым легким решением для них в этой ситуации было убить бунтовщика. Именно в эти скорбные дни Христос особенно готовил своих учеников ко времени, когда они останутся без своего Учителя. Именно в эти дни за Тайный вечерей Он дал своим апостолам завет. Благословив и преломив хлеб, Он произнес «Примите и ешьте, это тело Мое за вас ломимое». И, взяв чашу с вином, сказал «Пейте от нее все, это кровь Моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Творите это в Мое воспоминание». Этим действием Христос установил таинство, которым мы вслед за апостолами соединяемся с Богом, принимая Его тело и кровь в Свои тело и кровь. Это была последняя трапеза Иисуса Христа со своими учениками. Вскоре один из апостолов Его, Иуда, предал спасителя в руки желающих Его убить. Побив богочеловека камнями и истязав хлыстами, Его приговорили к смертной казни через распятие. «Умер тот, кто не имел греха, но вместе с Ним умер и грех всего человечества, разделяющий людей с Богом. Спустя неполных три дня в новом теле, не обремененном немощами и страданиями, воскрес Спаситель мира. Христос исправил деяние, совершенное первым человеком Адамом. Он обожил каждого человека, приходящего к Нему и соединяющегося с Ним. Так совершилось наше спасение. Сыну Божиему мы обязаны своей вечной жизнью. И вот уже две тысячи лет каждому из нас открыт путь к Богу, в Его вечное царство. С тех самых пор Пасха, воскресение Христова, самый главный и дорогой для нас праздник. Христос воскресе!